Стоит магнит. Магнит на электросчетчике – один из немногих способов не платить за энергию. На подобных рейдах специалисты «Алтай Краэнерго» за прошлый год зафиксировали 615 случаев хищения электричества. В рублях украли примерно 26 миллионов. Причем, как рассказал Сергей Фомакин на пресс-конференции, воруют часто люди небедные и обычно себе в убыток. В камне на обе был составлен акт безучетного потребления более 240 тысяч рублей. И у потребителя, на тот момент времени он отказывался от оплаты, приставами был изъят автомобиль «Лэн Крузер». Крупные штрафы – малое зло. А вот, как рассказывают эксперты, такой способ, как набрасывание провода непосредственно на линию электропередачи, приводит к более серьезным последствиям. Во-первых, из-за повышения нагрузки из строя выходят электроприборы и не только у самого нарушителя. А во-вторых, это вызывает короткие замыкания и пожары. Как говорит Сергей Фомакин, проблему должны решить замена голого провода на изолированной, а также внедрение интеллектуальных приборов учета. Они приходят на смену индукционным и электромеханическим. Конечно, умный счетчик и способен на большее. Позволяет дистанционно снимать показания, контролировать ваш суточный, ежечасный расход. Вот этот счетчик показывает вскрытие, вмешательство в работу прибора учета, если таковое происходило. Он показывает на воздействие магнитного поля, если прикладывался к нему этот магнит. В рамках инвестиционной программы в 2020 году компания установила в крае 34 тысячи приборов учета. В том числе около 4 тысяч умных счетчиков. В частности, интеллектуальными приборами учета полностью снабдили жителей Благовещенки. Но и те, у кого умных приборов нет в случае мошенничества, тоже, как уверяют сетевой компании, будут найдены. Ведь специалисты видят очаги потерь. Когда мошенников находят, их обязывают оплатить всю украденную электроэнергию, назначают штраф, а в некоторых случаях хитрецов ждет и уголовная ответственность. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком.